Севастопольское информационное бюро Первые новости города В студии Дарья Гзюнова Здравствуйте! Сегодня в выпуске Депутаты, поддерживающие губернатора Не позволили принять законы о контроле За расходованием бюджета Севастополя Дачную амнистию продлят Севастопольские парламентарии В первом чтении приняли законопроект Регулирующий имущественные и земельные отношения в городе Благими намерениями На северной стороне лестницу на площади Захарова Облицовывают плиткой За 3,5 миллиона рублей Болевая победа Уступая 0,3 к 15-й минуте Футбольный клуб Севастополь Выиграл у Козелташа 5,3 Секретарь Совбеза России Николай Патрушев Прибыл с рабочей поездкой в Крым Для участия в совещании по вопросам безопасности Перед началом заседания Он побывал в Севастополе на легендарной 30-й бронебашенной батарее Расчет которой в годы войны 7 месяцев сопротивлялся фашистам При атаке города В ходе осмотра объекта Николай Патрушев Поинтересовался у командующего Черноморским флотом Дальнейшей судьбой батареи Игорь Осипов сообщил Что в настоящее время Этот вопрос решается Сейчас принимается решение Что здесь будет Или действующий музей По приступу крейсера УРО Или перемодернизации батареи То есть решение не принято? Пока решение не принято Это точно Наша главная задача Это обслуживание И охрана Здесь подразделения Есть назначенные люди В ходе экскурсии По объекту Его командир Рассказал делегации Совбеза Об истории И участии батареи В героической обороне Севастополя 1941-1942 годов Николай Патрушев Смог убедиться И в исправности Батарейных орудий Судебное заседание По так называемому делу Стифлюка Пройдет в Гагаринском районном суде 21 мая Иск о защите деловой репутации И возмещении морального вреда В отношении ряда средств Массовой информации Рассмотрел Ленинский суд Судья Прохорчук Приняла решение Передать рассмотрение дела Так как ни один из ответчиков Не располагается По месту подачи искового заявления Напомним Николай Стифлюк Возглавляя Севастопольское региональное отделение Российского Красного Креста Организовал сбор Персональных данных Переселенцев с Юго-Востока Украины И участников боевых действий В зоне украинского конфликта В нарушение Российского законодательства Информация передавалась В Международный комитет Красного Креста А оттуда на Украину Этот факт Начиная с 2017 года Неоднократно фиксировали Сотрудники Роскомнадзора И Севастопольской прокуратуры 29 ноября 2018 года Мировой суд Привлек Стифлюка К административной ответственности За нарушение Российского законодательства В сфере защиты Персональных данных После проведенных В отделении проверок По линии Красного Креста 19 апреля 2019 года Стифлюк был отстранен От занимаемой должности И даже после этого Стифлюк попытался Продолжить незаконную Передачу ценной информации Уже через нового руководителя Севастопольского Красного Креста Но в этом ему помешала прокуратура Накануне он получил Соответствующее предостережение Теперь Стифлюк подал иск О защите деловой репутации И возмещении морального вреда Ответчиками выступят Несколько региональных СМИ Депутаты прогубернаторского блока Не позволили преодолеть Вета Дмитрия Овсянникова На закон о контроле За расходованием бюджета Севастополя Заявил председатель Постоянной комиссии По бюджету Законодательного собрания Города Вячеслав Аксенов Во вторник Парламентарии Повторно рассмотрели Поправки к законам О бюджетном процессе В Севастополе И контрольно-счетной Палате Севастополя Оба получили 12 голосов Это большая часть Присутствующих В зале депутатов Однако для принятия Положительного решения Голосов не хватило Оба законопроекта Направлены на усиление Контроля над бюджетными тратами Неудивительно, что Эти законопроекты Встречают Очень серьезное сопротивление Со стороны Губернатора И депутатов Которые его поддерживают Вы видите, что у нас С расходованием бюджетных средств Творится безобразие Это было отмечено И премьер-министром Российской Федерации Публично недавно И президентом Российской Федерации Отмечена необходимость Ужесточения контроля И проверки Того, что у нас происходит По регламенту Внести законное рассмотрение Депутатов Законодательного собрания Можно будет Снова через два месяца Отметил Вячеслав Аксенов Мы видим, что губернатор Сопротивляется этому Изо всех сил Поэтому неудивительно Что не получилось В этот раз Провести данные Законопроекты Но мы будем Продолжать свою линию И я думаю, что Порядок в городе Рано или поздно Но будет наведен Дачную амнистию В Севастополе Продлят Депутаты Законодательного собрания Города Во вторник В первом чтении Приняли законопроект Регулирующий Имущественные И земельные отношения Период В течение которого Можно оформить Документы На участки И недвижимость Продлен до 2023 года На данный момент Правоустанавливающие Документы Получили Менее половины Севастопольцев Рассказал Депутат Государственной Думы России Дмитрий Белик Ориентировочно Около половины Около 50% Людей Которые имеют Документы От предыдущей Страны Доставшиеся Украинского образца Не переоформили Свои имущественные Права По объективным По субъективным Причинам И если бы сегодня Предположить Что этого закона Не было То люди бы Ну скажем так Испытывали бы Очень серьезные Трудности Это раз Второе Вынуждены бы Тратить Достаточно большие Деньги На кадастровые Работы И так далее И тому подобное Дмитрий Белик Был автором Федерального проекта У продлинии До 2023 года Переходного периода При котором Действует Упрощенная Процедура Оформления Прав собственности На земельные участки И недвижимость Для жителей Крыма И Севастополя Напомним Президент Подписал Этот закон 25 декабря 2018 года Следующий этап Разработка На его основе Законопроекта Местным парламентом Документ Внес на рассмотрение Депутат Законодательного собрания Александр Кулагин 30 апреля Дмитрий Белик Поспособствовал тому Чтобы Министерство Экономического Развития Предоставило Положительный отзыв На севастопольский Законопроект Сегодня наконец-то Принят закон Уже на региональном Уровне В первом чтении Я надеюсь Уверен Что завтра Депутаты Примут Во втором и третьем Чтении Подпишет Губернатор Поскольку Как я понял Этот вопрос Согласован Со всеми Заинтересованными Структурами И правительство Поддерживает Он будет принят Вступит В силу И Севастопольцы Могут Дальше Продолжать Переоформлять Свои имущественные Права В Севастополе Единая Россия Проводит Дебаты Среди Участников Предварительного Голосования Группа Выборщиков Должна Определить 8 выдвиженцев От партии Которые Вступят В борьбу За мажоритарные Мандаты В законодательное Собрание Севастополя А также Тех Кто возглавит Партийные списки На выборах В местный Парламент Напомним Референдум По определению Нового состава Законодательного Собрания В Севастополе Пройдет В единый День Голосования Первое Воскресенье Сентября В этот раз Севастопольские Единороссы Приняли Надпартийную Модель Проведения Праймарис В список Из 50 Выборщиков Вошли 25 представителей Партии И 25 Общественников Севастополя Не закрыты Двери И для других Представителей Активной Общественности Они могут Приходить На дебаты И задавать вопросы Выступающим Участникам Надпартийных Выборов Времени Для подготовки Было Немного У нас Свыше 100 Кандидатов На сегодня Зарегистрировано 104 кандидата И сегодня Выступают Здесь Практически Перед всеми Выборщиками Мы пригласили Всех выборщиков И в первый день Конечно Они все Пришли И очень активно Задают вопросы Что важно Слышать Севастопольцам От потенциальных Парламентариев В предвыборный Период Мы спросили У одного Из выборщиков Муниципального Севастопольского Депутата Ивана Парасоцкого Мы как выборщики Через себя Пропускаем Буквально Каждую кандидатуру Здесь нужно В первую очередь Исключить Субъективизм А оценивать Профессионализм Кандидатов Депутатов Профессионализм Должен заключаться В умении За короткое время За 10 минут Самого Кандидата Депутаты Показать Самые главные Места Больные места В Севастополе Просто Не просто пальцем А показать Как эти проблемы Больные места Решать Уже 26 мая Определятся Самые достойные С точки зрения Партии Единая Россия В Севастополе Кандидаты Для участия В предвыборной гонке За кресло Депутатов Местного Заксобрания На эту дату Назначены Праймери С Единой России И в других регионах Где в этом году Состоятся выборы Севастополь Демонстрирует Обширный список Тех Кто решился Избраться от партии Так Сопредседатель Регионального штаба Общероссийского народного фронта В Севастополе Владимир Немцев Считает Что мандат депутата Позволит Более оперативно Решать Различные Городские проблемы То есть Статус депутата Может дать Дополнительные Определенные Рычаги Для решения Важных Севастопольских проблем Проблем Жителей Севастополя Именно Оперативнее И может быть Более качественнее В списке участников Праймарис Есть действующие Депутаты Законодательного Собрания Представители Муниципальных Властей Разных районов Севастополя Интересным Кандидатом Можно назвать Патимат Алиеву Нынешнего Директора Завода Южный Севастополь Напомним Это предприятие Несколько лет Находится в состоянии Судебных Разбирательств С действующим Правительством Города Программы Кандидатов Учитывают Массу проблем Существующих В Севастополе На первом плане Экономика Дороги Образование Проблемы Сельских Территорий Все программы Разные Люди Все действительно Очень неравнодушные Очень активные И очень хотят Чтобы Севастополь Был самым лучшим Городом Самым достойным Городом В нашей Большой стране Дебаты Продлятся до 25 Мая Заявки от Кандидатов Ещё принимаются Организационным Комитетом До 6 часов Вечера 23 мая Конкурентоспособность Российской экономики На примере Предприятий Севастополя И Крыма Рассмотрели Сегодня На заседании Совета Торгово-промышленной Палаты России По промышленному Развитию Члены Совета Вместе с представителями Бизнеса Обсудили Государственную Поддержку Предприятий Влияние Налоговой политики На развитие Регионального Сектора Производства И доступность Кредитных ресурсов Для региональных Компаний Речь шла И о проблемах Банковского Сектора В Севастополе И Крыму Которые связаны С международными Санкциями Вы знаете Что можно сказать Что у нас работает Может быть Полтора банка Всего Поэтому Решать Экспортные И импортные Операции Очень сложно Практически Невозможно Поэтому Наши предприниматели Конечно Ищут Пути Как продолжать Свой бизнес Некоторые Ушли Из Севастополя Мне очень жалко Потому что Ей были такие Предприятия Крупные Которые являлись Бюджетно Образующими Для Севастополя Председатель Совета Константин Бабкин Обозначил основные Проблемы экономики Которые затрагивают Не только регион Но и государство В целом По его мнению Сейчас комфортные Условия создают В основном Для иностранных Компаний В то время Как необходимо Защищать Собственный рынок И поднимать Конкурентоспособность Российских Производителей У нас Налоговая политика Построена так Чтобы выкачать Сегодня максимум Денег из экономики Не обращая Внимания на последствия Отсюда мы имеем Дорогой бензин Высокие налоги На зарплату Регрессивная Шкала налогообложения Бедные у нас платят Больше налогов Чем богатые Вице-президент Торгово-промышленной Палаты Дмитрий Курочкин Также отметил Что промышленники И финансисты Должны говорить На одном языке И находить Общие Взаимовыгодные Решения Которые помогут Российскому бизнесу Развиваться Основные задачи Хочу сказать Что речь идет Не о лоббировании Отдельных Отраслей Или там Отдельных Регионов Речь идет О системных Мерах Которые В итоге В конечном итоге Позволили сделать так Чтобы производить В нашей стране Стало выгодно Константин Бабкин Озвучил Возможные решения Проблем В частности Существенно Укрепить экономику Позволило бы Более жесткое Государственное Регулирование Наше предложение Состоит в том Чтобы Во-первых Налоги были низкие Насколько себе Это может позволить Правительство И во-вторых В первую очередь От снижения Этих налогов Должны выиграть Предприятия Граждане Которые Вкладывают В развитие В получение Образования Которые Модернизируют Своё предприятие Улучшают Среду Улучшают Инвестируют В страну И налоговая Нагрузка Должна быть Снижена На ресурсы Губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников Заработал Меньше Своего Заместителя Ильи Пономарёва Об этом Свидетельствуют Данные Публикованные Правительством Севастополя В рамках Законодательства О гражданской Службе И закона Противодействия Коррупции Согласно Требованиям Подробные отчеты Государственных Служащих Подаются В срок До 29 Апреля В кадровую Службу После этого Сокращенную Версию Документа Публикуют На официальных Сайтах Органов Власти В этом году Документы Были выложены Для ознакомления 20 мая Согласно Отчету Лучше всех Дела обстоят У Ильи Пономарёва Его доход В 2018 Году Составил 9 миллионов 984 тысячи Рублей Далее Идет Исполняющий Обязанности Вице-губернатора Сергей Валуев Его доход Больше 6 миллионов Андрей Шишкин Курирующий Внутреннюю Политику Заработал В прошлом году Чуть больше 5 миллионов Рублей Владимир Базаров Который занимается Вопросами Городского Хозяйства Заработал За год 3,5 миллиона Рублей Иван Кусов Заместитель Губернатора По социальным Вопросам Задекларировал Чуть больше 1 миллиона 700 тысяч Рублей Отметим Иван Кусов Назначен на пост Вице-губернатора В январе 2019 года Сам же Глава города Дмитрий Овсянников Также в последних Рядах Его доход Составил Чуть больше 2,5 миллионов Рублей Это почти В два раза Меньше Чем В декларации За 2017 Год Зато Доход Супруги Дмитрия Овсянникова Вырос почти В 25 раз В прошлом году Она заработала Почти 800 тысяч Рублей А в 2017 Году Всего 32 тысячи Согласно декларации В собственности У губернатора Земельный участок Площадью 2363 квадратных метра Жилой дом Площадью 162 квадратных метра И квартира Площадью 59 квадратных метров Кроме того Овсянников Владеет Автомобилем Lexus GX 460 Мотоциклом Ямаха Лодкой Двумя снегоходами И парой прицепов В собственности У Екатерины Овсянниковой Три квартиры Площадью от 83 до 89 квадратных метров Автомобиль Mercedes-Benz ML350 И снегоболотоход В пользование семьи Указан дом Площадью 501 квадратный метр Квартира Площадью 87 квадратных метров Напомним На текущий момент У главы города Семь заместителей Декларацию о доходах За 2018 год Вице-губернатора По вопросам безопасности Владимира Татарчука Не опубликовали Среди доходов Членов правительства Города Нет в списках И Мария Литовка Она исполняет Обязанности Вице-губернатора По вопросам экономики С 13 мая Этого года Финансы Налоги Страхование И банковское дело Такие вопросы Обсудят В Севастопольском Государственном Университете 21 мая Там открылась Всероссийская Научно-практическая Конференция Вызовы и возможности Финансового обеспечения Стабильного экономического роста В течение двух дней Преподаватели И студенты вуза А также мастера Финансовой сферы Будут искать решения Экономических проблем Севастополя И Крыма В том числе Попытаются придумать Что может Экономика полуострова Предложить Крупным континентальным банкам Чтобы они Рискнули Зайти в санкционный регион Прежде всего Мы отправляем результат Именно в Центробанк А Центробанк Как банк-регулятор Он уже Выставляет Все на общее обозрение И уже Ну тут уже банка Многие банки частные в России Поэтому им уже самим принимать Заходить или не заходить Просто Еще раз повторюсь То есть очень большая Проблема в том Что многие банки Даже российские Связаны с иностранным капиталом И учитывая санкции Крымские Севастопольские Они как бы Ну вследствие своих корпоративных Именно интересов Могут сюда не заходить На конференции Работает шесть секций Одна из которых Полностью отведена Под работу студентов И магистрантов Высших учебных заведений страны Для них это возможность Продемонстрировать Результаты своей научной работы И обменяться опытом С коллегами Из других регионов Самое основное Это работа студентов В данной конференции Почему? Потому что мы Именно университет А университет Это связь студентов И практиков Практики присутствуют В конференции Приехали представители Других городов Нижний Новгород Самара Санкт-Петербург Поэтому это интересно Для нашего города Чтобы получить ту информацию Тот опыт Который есть в регионах Севастопольский филиал Российского экономического Университета Имени Плеханова Собрал на обучение Представителей ЖКХ со всей России Программу Экономические правовые основы При осуществлении Расчетов платы За жилищно-коммунальные услуги Читают ее соавторы Александр Митяшин И Светлана Палева Программа Включает Все правила По сути предоставления Коммунальных услуг То есть Методики расчетов Предусмотренные правилами Порядок там Отключения Ограничения Расчета пени В общем все Что касается Расчета за жилищно-коммунальные услуги За все услуги С учетом изменений Которые вступили С января 2019 года Подобное обучение Для руководителей Сотрудников сферы ЖКХ В Плехановском институте Проводится второй год подряд В прошлый раз С активными участниками программы Стали севастопольцы В этом году Большинство участников Приезжие География конференции Включает десятки городов России От Южно-Сахалинска и Анадыря До Сочи и Петрозаводска Участники обучения Разбирают такие сложности Своей работы Как например Взаимодействие с региональными операторами По обращению с ТКО Это уникальный опыт Который получили Я и те коллеги Которые сюда приехали Не так много возможностей Пообщаться Получить новые знания Очень понравились разъяснения Которые дали представители УФАС По услуге ВВС ТКО Есть очень много вопросов Как у меня Так у моих коллег И мы смогли эти вопросы Для себя выяснить На этом форуме Представители УФАС Дали нам четкое разграничение Между ответственностью Управляющей компанией И региональным оператором Обучение для специалистов В сфере ЖКХ Со всей страны В стенах Севастопольского филиала Российского экономического университета Продлится 5 дней За это время Участники встречи Смогут открыть Для себя Многие белые пятна Или разъяснить Спорные моменты Профессиональных тем Да, я очень жду разъяснения По приему платежей По онлайн-кассам Это тоже Новая услуга Которая с 1 июля этого года Каждый платежный агент Будет обязан размещать Фискальные чеки И пока Никакой систематизации Или подробной информации нет Я очень хочу знать В пятницу Участникам конференции Выдадут сертификаты О повышении квалификации Организаторы курсов Рассчитывают Что подобные встречи В конечном итоге Отразятся и на качестве Работы коммунальщиков С потребителями Обычными жителями Российских городов Севастопольские юристы В судебном порядке Добились льгот На жилищно-коммунальные услуги Для совершеннолетних детей-льготников В Центр защиты прав граждан Который на средства Президентского гранта Оказывает севастопольцам Бесплатную юридическую помощь Обратился инвалид Ветеран боевых действий В Афганистане Которому отказали В распространении льгот На совершеннолетних детей Ему было отказано В распространении льгот На членов его семьи Совместно с ним проживающих По уплате лично-коммунальных услуг Он обратился Соответствующим за заявлением В управление соцзащиты Соцзащита Сославшись на постановление Правительства Севастополя 22 января 2015 года За номером 28 ПП Ему отказала Согласно постановлению Субсидии Распространяется Только на несовершеннолетних Детей льготников Это ограничение По мнению юристов Из Центра защиты прав граждан Не соответствует Российской Конституции Жилищному кодексу И федеральному закону О ветеранах Поэтому они подготовили Административный иск С требованием признать Ограничение по возрасту Недействующим Севастопольский городской суд С этим требованием Согласился Теперь Все те льготные категории граждан На которых распространяются льготы Всевозможные И в том числе По уплате Жилищно-коммунальных услуг Имеющих детей Совместно проживающих Теперь льготы Распространяются на этих детей И даже если эти дети Старше 18 лет То есть нет ограничения Ценса И к другим новостям Плитка поверх гранита В редакцию независимого Телевидения Севастополя Поступили многочисленные звонки От жителей северной стороны Люди обеспокоены Лестницу на площади Захарова Которая стала объектом Капитального ремонта Облицовывают скользкой плиткой Почему новое покрытие Укладывается поверх старого камня Подробнее в следующем сюжете Спуск Степана Разина Самый короткий пешеходный маршрут От площади Захарова К памятнику славы Воинам 2-й гвардейской армии Это крутая лестница с несколькими пролетами Со временем ее ступени частично разрушились Ремонта они ждали долго Но какой альтернативой граниту Станет хрупкая плитка То, что эта лестница нуждается в ремонте Официально подтвердили еще в 2017 году Во время инвентаризации Проектировщик ООО Инжсервис Определил, спуск небезопасен Но работы на объекте Начались лишь спустя два года Ну, во-первых, ее основные конструкции Опирающие были уже В непригодном состоянии Имели недопустимые уклоны И самое главное Сами лестничные марши были истерты Что позволяло Проскальзыванию Произвести проскальзыванию И могла появиться травмоопасная Обстановка и ситуация По мнению проектировщика и подрядчика Безопасными крутые ступени Сделает керамогранитная плитка Чтобы покрыть ею спуск Длиной почти 150 метров Город заплатил 3,5 миллиона рублей Специально для того, чтобы на ступенях В зимнее или в дождливое время Никто не скользил То есть, если попробовать Это аналог наждачной бумаги Укладывается на специальные серем-составы И специальные клея Я честно вам скажу Я не технолог Я строитель Но мое мнение Держа ее в руках Кто бы подержал, может попробовать При контакте даже с корочкой льда Все равно останется шероховатость Так как она достаточно глубокая То есть, в любом случае Покрытие не будет скользким Ну, в любом случае Даже так, мое мнение Это лучше, чем те ступени Которые на данный момент есть Чтобы у местных жителей Не возникало лишних вопросов А слова о качестве покрытия Звучали более убедительно Строители оставили образец Плитки с запиской Трити здесь Я считаю, будет результат Переломанные руки, ноги И что-нибудь еще так В том же духе Лестница из диорита сделана Это крымский материал Красивая лестница Это просто гордость даже С северной стороны Это какое-то безнравство Отмывание денег Да что это такое? Это что, баня что ли какая-то? Это уродство Гранитные плиты, которые прослужат Тысячу лет Покрывают плиткой для внутренних работ У нас в нашем доме Гвардейская Семь Живет строитель, который Знает толк в этом деле Вот он взял обложку От этих плит И показал Ну это понимаете Это просто варварство По-другому сказать Это нельзя Это первый скол Первый удар ломом По ледяному покрову Или покрытию Тут же разобьет всю эту плитку Подрядчик выполняет то Что ему сказал заказчик Заказчик выставил на контракт То, что сделал проектировщик Поэтому я говорю Первая причина в проекте Кто его утвердил Этот проект И кто его согласовал Поэтому вопрос Скорее всего больше туда Поэтому, ну, когда хотят Дню города это открыть Ну, сами понимаете Даже вот если стогически Ладумать К памятнику Второй гвардейской армии Которая освобождала Севастополь Мы будем идти Ну, вот мое мнение Через туалет Интересно, что по мнению Проектировщика ООО «Иншсервис» Сама лестница Выполнена из железобетона Новая плитка На которую потратили Несколько миллионов Бюджетных рублей Укладывается прямо Поверх старого гранита Такую технологию Подрядчик оправдывает Проектным решением Проектное решение Которое мы выполняем Оно дает прекрасную адгезию Между плиточным клеем И существующей гранитной поверхностью И все будет Служить ровно Столько, сколько Это возможно Я думаю, что гарантийный срок Да, допустим От подрядной организации Это пять лет Не учли проектировщики И другие интересы Севастопольцев Маломобильные группы Граждан и мамы с колясками Не смогут воспользоваться Отремонтированной лестницей На спуске Так и не предусмотрели Ни одного пандуса К сожалению На данный вопрос Очень сложно ответить По той причине Что у нас ограничивается А, это финансирование Б, это вид Финансовых вложений По данной лестнице Были доведены Денежные средства На капитальный ремонт В рамках данного Капитального ремонта Такие мероприятия Выделить Предусмотреть Не представляется возможно В случае В дальнейшем Предусмотреть Данное мероприятие Будет возможно Но не только В рамках данного проекта Вместе со ступенями Отремонтируют И подпорные стены Подрядчик обещает Закончить работы Ко дню города 14 июня Дарья Гзюнова Юрий Риутин Севинформбюро Рейсы котиров По маршруту Город Инкерман Работают с заходом В поселок Голландия Сообщения возобновили С сегодняшнего дня Информация Опубликована На официальном сайте Правительства Севастополя В Департаменте Транспорта и развития Дорожно-транспортной Инфраструктуры Сообщили Что в течение месяца Работа котиров Будет осуществляться В тестовом режиме За это время Специалисты Проведут анализ Наиболее востребованного Времени отправления Котиров С учетом этих данных И будет составлено Основное расписание Напомним Маршрут Город Инкерман С заходом в Голландию Установили в 2015 году Транспортное сообщение Было приостановлено На время реконструкции Пирса Номер 29 В Севастополе Улицу Керченскую Закроют для транспорта До 30 июня Об этом сообщает Пресс-служба Правительства города На время проведения Дорожных работ Вводится полное Ограничение Движения транспортных средств На трех участках Керченской От пересечения С улицей Партизанской До улицы Генерала Петрова От улицы Генерала Петрова До Демидова И от улицы Демидова До Адмирала Октябрьского Ограничение Вводят с целью Обеспечение безопасности Дорожного движения Пояснили В Департаменте транспорта И развитие Дорожно-транспортной Инфраструктуры С 15 июня На дороге К урочищу Батилиман Водителям придется Следить за скоростным Режимом Ездить свыше 60 км в час По улице Адмирала Октябрьского Тоже станет Наказуемо Согласно приказу Департамента транспорта И развития Дорожно-транспортной Инфраструктуры Опубликованному На официальном сайте Городского правительства Максимальная скорость Движения Транспортных средств По улице Адмирала Октябрьского Установлена В 40 км в час Ограничение скорости Вводится С целью Обеспечения Безопасности Дорожного движения Этим же приказом Вводятся Ступенчатые понижения Максимальной скорости Движения Всех видов Транспортных средств По автомобильной Дороге 67 Н13 Подъезд К урочищу Батилиман 50 40 И 30 Км в час Приказ Вступает в силу С 15 июня Еще одно Ограничение В Севастополе В городе 23 мая Не будут продавать Алкоголь Запрет на розничную Реализацию Спиртных напитков В магазинах Города Будет действовать Один день Об этом сообщает Пресс-служба Городского правительства Мера вводится В связи с празднованием Последнего звонка В севастопольских школах И к новостям спорта Вылизится развязка Крымского футбольного чемпионата И 26-й тур Который состоялся На выходных Едва не стал Фатальным Для севастопольцев В воскресенье Наша команда Проводила Выездной поединок С одним из Аутсайдеров Этого сезона Бахчисарайским Казалташем Эта встреча Надолго Останется В памяти Севастопольских Болельщиков И поначалу Все было Не так радужно Игра началась С холодного душа Для моряков Они в белых футболках Первый мяч Влетел в ворота Сергея Науменко Уже на второй минуте А чудовищные ошибки И неразбериха В обороне Привели к тому Что к исходу Четвертичаса Подопечные Станислава Гудзикевича Уступали 0-3 Но севастопольцы Не опустили руки Вернуться в игру Помог рикошет Мяч после удара Андрея Кивы Со штрафного Задел голову Защитника Команды хозяев И слегка Дезориентировал вратаря Уже через 5 минут Севастопольцы Могли рассчитывать На пенальти Но арбитр Посчитал падение Редвана Османова Симуляцией В следующей атаке Ничто не помешало Восьмому номеру моряков Сократить отставание До минимума Перед самым перерывом Нашим футболистам Удалось сравнять счет Андрей Кива Оказался первым На подборе И хлестко пробил С линии штрафной Забили Быстрых Три гола И потом Чуть-чуть Наверное Глубоко Сели Была установка Чтобы Повыше Встречать Но не получилось Самоотдача Вы сами видели Была самоотдача Ну так получилось Так бывает Иногда Хотя Такие матчи Редкость Конечно Второй тайм Выдался Немели Зрелищные Моменты Были у обеих Команд Но в этот день Удача улыбнулась Морякам На 78-й минуте После затяжной Атаки Первым на добивании Оказался Редван Османов И осчастливил Сотни севастопольских Болельщиков Приехавших На последний Возной матч Этого сезона А еще Через две минуты Он же поставил Окончательную точку В поединке Оформив Хэт-трик За оставшееся Время Этот матч Уместил в себя все И удаление И пенальти Но игрок Козелташа Промахнулся С 11-ти метровой И счет Остался неизменным 5-3 Победа Севастополя Я рад За свою команду Я ее сегодня Увидел Скажем так Чуть-чуть С другой стороны И это Очень меня радует Они показали характер Включили морально-волевые И в итоге Выиграли Этот сложный матч Все фавориты В минувшем туре Одержали победы Поэтому положение команд В верхней части Турнирной таблицы Не изменилось Севастополь И ТСК Таврия Продолжают делить Первое место От них На три очка Отстает Крым-Теплица Всем командам Осталось провести По две игры В следующем туре Моряки На своем стадионе Примут Ялтинский Инкомспорт 25 мая 18.00 А 1 июня В гости К севастопольцам Приедет Крым-Теплица Крым-Теплица За минувшие сутки В Севастополе На свет появились 12 детей 6 мальчиков И 6 девочек На сегодня это все Выпуски СЕФ Информбюро Смотрите вечером В 19.21.30 23.00 Ночью в 2.00 И 3.30 Утром в 6.00 В 8.00 И 10.00 Днем в 12.05 15.00 И 17.30 В связи с редакцией Вы можете по телефону Городской 59.00 И мобильный Плюс 7 978 900 3131 Уточнить информацию Или оставить свою Вы можете на нашем сайте НТСДФИС ТВ. КОМ Ждите новостей До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok